Здравствуйте! В эфире программа коллективное управление, где вы, зрители телеканала Автоплюс, можете стать на время владельцами какого-нибудь нового автомобиля. Сегодня будем эксплуатировать некогда одну из самых популярных иномарок на нашем рынке – Mazda 3. Сейчас японцы продают уже третье поколение этой модели. Как и раньше, Mazda 3 доступна сразу в двух типах кузова – седан, цены на который стартуют с отметки в 664 тысячи рублей, и чуть более дорогой – на 60 тысяч – хэтчбэк. Эта машина продается на российском рынке уже почти год, но пока уровень продаж не такой, как хотелось бы представителям японской компании. Возможно, мы сегодня разберемся, почему так происходит. Эта машина очень хорошо оснащена. У нас автомобиль в комплектации Supreme, и здесь есть практически все, что можно установить в автомобиль Golf-класса. Здесь и кожаный салон, и отличная мультимедиа с навигацией и прекрасным звуком, и двухзонный климат-контроль, и электропривод сидений. Ну, в общем, практически все. Разве что люка не хватает. Как все это работает, будут разбираться наши герои чуть позже. А пока коротко пробежимся по начинке. Под капотом 150-сильный двухлитровый бензиновый мотор. Этот двигатель работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Этот мотор самый мощный в линейке для Mazda 3. Привод здесь передний. Ни полного, ни заднего, разумеется, нет. Ну что, пора приступать. Мы уже на подъезде к первому герою. Здравствуйте. Доброе утро. Меня зовут Илья. Ирина. Это Mazda 3. Она станет вашей на целый день. Ирина. Юрист. Хобби, путешествия и танцы. За рулем уже 10 лет. В автомобилях ценят комфорт, безопасность и динамику. Первый автомобиль Mitsubishi Colt. А нынешняя машина Audi Q3. Мечтает Ирина о Lexus RX 350. Какие планы? Пока просто покататься. А дальше будет видно. До этого ездили на Mazda? За рулем нет, не ездила. А пассажиром? Пассажиром, да, ездила. На шестой ездила, на третьей ездила, но уже в предыдущей комплектации, которая была. Вот ключи. Спасибо. Увидимся вечером? Да, до вечера. Так. Он не закрыл. Все. Там, а где у него вставляется ключ? Очень интересно. Как он у нас машина вставляется? Как машина вставляется? Это ужас. Ну, разгоняется он довольно-таки быстро. В принципе, для этой машины. Немножко жестковата подвеска. Для меня немного низкая машина. Все-таки я привыкла. Видите, машина повыше. Немножко она низковата. Ну, очень удобна вот эта проекция на зеркальце, конечно. Внешний дизайн машины мне, в принципе, нравится. Учитывая, что я там больше 10 лет езжу за рулем, но у меня в основном все машины, они хэтчбэк. Поэтому эта машина тоже хэтчбэк. Мне довольно-таки удобно и комфортно. То есть по дизайну она неплохая. Ну, единственное, конечно, для... Я думаю, что она больше подходит для молодежи. Именно для возраста, ну, до 28-30, это, наверное, максимум лет. Потому что выглядит она более молодежной. Вряд ли, что человек в возрасте 50 лет будет ездить на такой машине. Посмотрим, для чего вот это предназначено. О, это у нас управляется наиболюционная система. Что здесь мы можем посмотреть? Новый пункт назначения. Мы можем установить пункт назначения, если нам необходимо. Дальше мы можем какой-то режим просмотра. Ближайшие места. Что мы здесь еще можем посмотреть? Наиболюционная информация, допустим. О, ближайшая помощь. GPS, информация, движение. Погода нельзя посмотреть, к сожалению. Хотя есть сведения. Информация о стране. О, интересно. Что нам покажет? Россия. Так. В городе 60, ЦСК, местность 90, автострада, автомагистраль 110. Это разрешено. Правда, не уверена, что у нас 110, по стране плюс 7. Требуется огнетушение. Максимальное содержание алкоголя в крови 0,0 промилле. Прекрасно. Единственное преимущество этого монитора – это то, что он показывает в мониторе. Он выглядит, куда мы передвигаемся. Единственное, конечно, сам монитор в выгоде. Такое ощущение, как будто бы он не для этой машины. Просто его поставили сюда для того, чтобы был. Ну, хотя, в принципе, для чего нужен монитор в любой машине? По большей части это только в том случае, если есть навигация. Но закачать навигационную систему в любую машину – это стоит довольно-таки недешево. То есть в Audi, например, это стоит больше 100 тысяч для того, чтобы закачать навигационную систему. Можно еще, конечно, установить туда сим-карту, чтобы она показывала пробки на дорогах. Но это если кому-то нужно. А так, по сути, данный экран – ничего, кроме навигации. Ну, единственное, если у вас стоят камеры, к примеру, вместо партроников, и можно будет на экране смотреть, как вы паркуете. А по сути, собственно, здесь можно обойтись и без экрана. Ну, на мой взгляд, он действительно не совсем подходит к этой машине, сам по себе экран. Поэтому его можно было бы и не устанавливать. То есть та комплектация, которая будет дешевле, можно обойтись и без установки этого экрана. Вот по поводу двухзонного климат-контроля. На улице сейчас 29 градусов, и машина очень долго остывает. То есть мы едем уже какой-то продолжительный период времени, и до сих пор в машине жарко. Затем мы поставили 19 градусов, но тем не менее. Считаю, что плохо остывает. Здравствуйте. Здрасте. Как прошел день? День прошел хорошо. Но машина не очень мне понравилась. А что не понравилось? Мне понравился климат-контроль, который очень долго охлаждает машину. А учитывая, что сейчас 30 градусов, да, у нас в Москве, поэтому охлаждаю довольно-таки медленно. Дальше. Что мне, значит, понравилась инновационная система, которая здесь установлена, она довольно-таки удобная и в обращении, и в принципе при движении. Что еще мне понравилось? Не понравился пластик. Зеркала довольно-таки, в принципе, удобные. То, что они закрываются. Ну, у многих и пластиковых машин автоматически закрываются зеркала. Она просто сама езжу на немецкую машину, да, уже говорила об этом. Но там автоматически это все за дополнительные опции. Устанавливается. Здесь она и довезет в эту машину. На ваш взгляд, конкретно вот эта машина сколько должна стоить? Ну, на мой взгляд, 900-950. Может быть, это максимально, сколько она может стоить. Ну что, спасибо за ваше мнение. Спасибо вам за машину. Всего доброго. До свидания. До свидания. В целом, Ирине машина понравилась, но цена конкретно этого автомобиля немножко смутила. Вернее, стала неприятным сюрпризом. А это значит, что Mazda 3 должна быть несколько дешевле, чтобы удовлетворить такого водителя, как Ирина. Но одного мнения нам, конечно же, мало. Поэтому отправляемся дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Mazda 3. Она станет вашей на целый день. Елена управляет проектами в области строительства. Хобби – парапланиризм, кулинария и йога. Водительский стаж – 8 лет. В автомобилях ценят управляемость, эргономичность и мощность. Первый автомобиль – Honda Civic. А нынешний автомобиль – Honda Legend. Автомобиль мечты – Tesla Model S. Какие планы? Я думаю, что поедем на работу, а вечером у меня встреча. Вот ключи. Так. Ну все, увидимся вечером. Хорошо, спасибо. Так, ключик. Наверное, он не понадобится. Но неудобно, что нету для него гнезда. Так. Не заводится. Наверное, еще раз. Не знаю даже. Так. Это сложно для девушки. Что же с ней надо сделать, чтобы она завелась? Ага. Отлично. Оказывается, всего лишь надо было нажать на тормоз. Так. Очень красиво руля. И очень легко ездит. Ну, поехали. Так, выехал какой-то очень интересный экран, и я где-то на капоте вижу свою скорость. Так. Я зачем-то включила дальний свет. Пластик. Он карбон. Кармашки. Очень интересный кармашек. Куда класть салфетки можно. Очень-очень маленький. Как-то мне привычно, чтобы было побольше, конечно. И с пассажирской стороны тоже. Если с ребенком путешествуешь, то они обычно очень сильно используются, а в данном случае не получится. Приятный руль. Очень красивая красная отстрочка у него. Пластик. Не дровяной. Мягкий. Немножко низковато находится сиденье. Я думаю, что его можно поднять выше. Но такое ощущение длинного очень капота. И не совсем понятно, где он заканчивается, где колеса. И это пока не очевидно. Ну, пока могу сказать, что неплохая шумоизоляция. Я, может быть, не изменю своему мнению. Чувствую прям кочки. Это придает, конечно, некой драйвовости. До этого у меня была аналогичная машина от CYVIC. И CYVIC вот похож. Не очевидно, зачем такой большой тахометр. Потому что мне казалось, что тахометр нужен для того, чтобы ездить на механике. А здесь он, ну, не знаю даже. Ага, качество не работает почему-то. Потому что, чтобы не пролетел. Или на скорости он просто не работает. Проэкспериментируем на светофоре. А! Интересно. Большой такой. Но не очень удобно, что он не работает во время движения. Приятное звучание музыки. Но не очень удобно, что громкость прибавляется по одному штрешку. И если ты нажимаешь кнопку, то он не дает мгновенное увеличение звука качественно. Приходится по одному делению все время прибавлять, прибавлять и не убавлять. Ну, что не очень удобно, если тебе внезапно позвонили. Так, посмотрим, что у нас здесь. Так, вот, есть здесь специальный дочек, обнаружился, который позволяет хорошо управлять звуком. Делать совсем громко или выключать его. Так, мы спасены. Очень приятный тачскрин, который хорошо и быстро реагирует на прикосновения. Потому что автомобильные тачскрины часто грешат тем, что имеют медленную реакцию. Так, и специально для таких, как я, показывают, какие знаки нельзя нарушать. Там, например, 60 км в час нельзя быстрее ехать. Полезно. Очень легко руль идет. Приятно. Ну, не знаю, не хватает, может быть, чуть-чуть тяжести. Боюсь, что слишком легко. Что можно на скорости крутануть его и попасть в неприятную ситуацию. Так, прошу мою изоляцию. Как-то очень странный двигатель себя ведет при нажатии на локас. По мне, так будет чуть больше, чем хотелось бы. Привет. Ну, как прошел ваш день? Привет. Хорошо. Машинка понравилась. Есть некоторые детали, которые бы хотелось изменить. Но для некоторой аудитории бы она очень подошла. Мне кажется, она подойдет для одинокой девушки, в которой нет семьи, детей, большой нагрузки на багажник и на салон. Что она может рядышком поставить свою сумку и, в общем, на этом использовании машины полностью ее удовлетворить. А что бы вы поменяли в этой машине? Скорость скрин. Я бы изменила его методы управления. Хотя, может быть, это сделано для того, чтобы обеспечить безопасную езгу. Чуть больше салон. Ну, это из взгляда такого будущего, когда дети, семья, еще что-то такое. Потому что машину не на год покупаешь, а на большой промежуток времени. Маленькие детали, но, может быть, с ними можно смыкнуться. Сколько стоит конкретно вот эта красная машина? Я думаю, что 900 тысяч. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Ну, и, наконец, третий герой. Он мужчина. Возможно, сильный пол оценит эту машину как-то по-другому и, быть может, угадает, наконец-таки, цену. Здравствуйте. Илья. Артем. Очень приятно. Взаимно. Это Мазда 3. Этот автомобиль станет вашим на целый день. Артем. Военный. Увлекается хоккеем. Водительский стаж 10 лет. В автомобилях ценится отношение цены и качества. Первый автомобиль – Deo Matisse. Нынешняя машина – Renault Duster. А автомобиль мечты – Koenigsegg. Причем, какой именно, Артем не уточняет. Какие планы? Хочу съездить на работу, поездить по магазину, встретиться с девушкой. Как думаете, вот эта машина подходит хорошо для этих целей? Я думаю, она великолепно подъедет, для сегодняшнего дня. А до этого с Маздой знакомы были? Был знаком, но только шестерка обновленная. То есть трешка для вас новинка? Да. Это то, что надо. Подключи. Благодарю. С вечером. Всего доброго. Так, посмотрим, что у нас с настройками. Ну, в принципе, для моего роста 191 настроиться можно вполне комфортно. Сторма начинает ход очень приятно. Начинает подтягивать. Не нужно добавлять газу, для того, чтобы она двинулась в место. Отклик на педаль акселератора тоже нормальная, рулится. Ну, на медленном ходу пока сложно ощущать. Разгонимся чуть-чуть побыстрее увидим. Кстати, что у него с расходом? Расход 10 литров на 100 километров. Бак на 50 литров. Значит, иротировочно. Должно ходить на 500 километров. У моего бака. Должонный климат-контроль на передних пассажирах. Но, к сожалению, нет обдува для задних пассажиров. Что не очень-то комфортно. Но база небольшая у автомобилей. Поэтому я думаю, что температура будет наставиться под всех пассажиров, проходящихся. Подлокотник не выезжает вперед. С одной стороны, конечно, под моей настройкой это ничего страшного. Но человек, который будет сидеть ближе к рулю, для него это будет определение с капотом. Потому что локоть у него будет тянуться назад в подлокотник. В подлокотнике у нас находится дополнительный ящик для документов, наверное. Также большое просторное отделение. Выходы для USB, 12-вольтная розетка, AUX-выход и карта для SD. Шумоизоляция в Маздах как была, не актив, так и осталась. Слышно все от звуков, проезжающих с соседних автомобилей, сигналов, разговоры людей, шума своих колес, шум двигателя. В общем, все, что возможно, все можно услышать в этом автомобиле. Было бы неплохо узнать, как себя будут чувствовать пассажиры на задних сиденьях. Сейчас только найдем место, где припарковаться. Посмотрим, будет ли мне удобно сидеть за самим собой, такому же человеку, как и мне. Ну, в принципе, более-менее комфортно, так как голова не достает потолка, учитывая, что у меня полностью прижат поясницы к сиденью. Колени немного высоко упираются, конечно, в сиденье. И поэтому людям, конечно, с моим ростом будет немного некомфортно ехать в этом автомобиле. До 180 рост будет более удобнее. Обдува заднего так и нет, но за счет того, наверное, как я и говорил, что база маленькая, у автомобиля он будет все равно обдуваться. Сзади также присутствует подлокотник с двумя подстаканниками, что добавляет определенного комфорта для езды сзади. И также есть третий подголовник для пассажира еще одного, так что можно в автомобиле ездить в пятером. Крепление для ISOFIX также присутствуется, что можно будет крепить детские кресты. Но заодно можно еще и проверить, как обстоят дела с багажником. Ну, багажник довольно приятный, большой. Снимается верхняя полка. Без особых трудностей. Также сзади идет докатка, так называемый бублик-баллон. Задние сиденья складываются, как 2 и 1. В принципе, места довольно много, приятно. И учитывая то, что сам автомобиль, как хэтчбэк, места в нем довольно много для багажника. Можно положить большую сумку и большие вещи какие-то. В принципе, автомобиль меня приятно удивил. Ну, все будет зависеть от того, стоимость этой машины за данную компликацию. Потому что есть в ней все. И для парня, как я, для поездок на работу, за город, для прогулок по Москве, дизайн сверху, двигатель, и расход меня вполне уставил. Привет, Артем. Как прошел день? Здравствуйте, Илья. Отлично. Что понравилось, что не понравилось в целом? В целом очень понравилась подвеска, салон очень понравился, дизайн автомобиля внешне. Они понравились, ну, свои недоработки, которые до попси, также двигатель, коробка, соотношение. Потому что, например, двигатель, который они предлагают, самый последний 150 лошадиных сил, ну, на мой взгляд, это мало. Может, они, конечно, выходили из того, что передний привод, и как бы 150 лошадей, это будет нормально на передний привод. Но, учитывая, что коробка и двигатель немного подтопливают, когда начинаешь перепростояние, либо какие-то там форс-мажорные обстоятельства на дороге, если начинаешь подбавлять газку, коробка подтопливает, а потом 150 кг было, ну, не хватает, чтобы выйти из эксклюзивной ситуации. Также бесключевой доступ, который на ней есть, он не выдает себя в полной мере, потому что на ручке автомобильной нет самого открывания бездомственного ключа. То есть, это приходится в любом случае доставать ключ, открывать автомобиль, заставить ключ обратно, садиться, заводить в кнопки уже, и когда выходишь, опять же, закрывать ее с ключа. Почему нельзя было сделать сенсорное открывание или хотя бы кнопку того, что подправился, он чувствовал ключ в автомобиле, это непонятно. Сколько правильная цена, какая правильная цена конкретно на эту машину? На мой взгляд, без дополнения доработок всяких доп. опций, ну, миллион это красная цена. Ну что, Артем, спасибо, что приняли участие в нашей программе, спасибо за интересное мнение. Всего доброго. Вам спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну а мы подводим итоги. Все три наших героя этой программы сказали, что Мазда 3 не стоит своих денег и ее цена несколько завышена. От себя могу добавить, что, в принципе, Мазда 3 нового поколения ничем, кроме дизайна, не выделяется среди своих прямых конкурентов. Возможно, именно потому, что цена слегка больше, чем хотелось бы, не так много этих машин сейчас ездят по улицам. И, пожалуй, что по популярности даже более дорогая Мазда 6 сейчас превосходит эту машину. На этом все. Оставайтесь с нами, смотрите телеканал Автоплюс. Если вы хотите принять участие в нашей программе, пишите о себе на электронный адрес, который видите на экране. Всего доброго! Автор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова